Здравствуйте, меня зовут Ткачев Владислав Владимирович, я являюсь основателем веб-агентства Station. Вы смотрите целую серию мастер-классов, посвященных основам юзабилити, и в сегодняшнем видео мы поговорим об удобном и рентабельном меню на сайте, как правильно делать меню, чтобы оно было не только удобным, но и соответственно приносило свой вклад в конверсию вашего сайта. Горизонтальное меню и технические страницы. Вначале стоит рассказать о технических страницах на сайте. Это те самые страницы, к которым человек может обратиться в любой момент путешествия по вашему сайту. К примеру, разделы компании, разделы акции, разделы контакты, разделы техподдержки, либо какой-то определенный раздел гарантии и так далее. Соответственно, здесь очень важный момент, частая ошибка, когда в технические страницы сайта выводят новости, либо, соответственно, к примеру, отдельным разделом отзывы и благодарственные письма. Отзывы и благодарственные письма являются знаками доверия, и непосредственно по ним, как их правильно размещать в интерфейсе, у нас также есть отдельный мастер-класс. Соответственно, в данном мастер-классе именно рассмотрим правильное расположение меню, когда он находится в горизонте, это технические страницы, и немножко поговорим о вертикальном. Соответственно, самый главный момент, с горизонтальным меню это не более семи блоков, так как человек за первые десять секунд не ухватывает большее количество элементов. Соответственно, если вы сделаете больше семи элементов в горизонтальной строке, это приведет к тому, что человеку придется читать каждую вкладку по отдельности. Довольно-таки частая ошибка, особенно на сайтах, посвященных нише туризма. Когда заходите и видели, наверное, в несколько рядов идет горизонтальное меню, соответственно, начинаете считать и искать страну, в которую хотите отправиться путешествовать. Такой же важный момент, если все-таки в вашем интерфейсе невозможно уйти от данного расположения, делайте их хотя бы в алфавитном порядке, чтобы человек наиболее быстро смог сориентироваться по начальным буквам, куда дальше ему двигаться, в какой раздел. Соответственно, только технические страницы, об этом рассказал, об ошибках с новостями и отзывами. Выпадающее меню. Когда же, соответственно, его стоит использовать и когда нет. Здесь очень важный момент понимания того, где проходит непосредственно линия сгиба вашей страницы, то есть скроллинга. Того, когда человеку придется прокручивать мышку, чтобы увидеть нижнюю часть. Больше половины людей не прокручивают страницу. Соответственно, когда у вас сбоку вертикальное меню, в котором указаны основные услуги или разбивка по категориям товара находится, уходит гораздо более низко, глубоко. К примеру, либо вы делаете более адаптивный вариант для мобильных устройств. Копирование такого раздела как услуги, либо товары в технических страницах, позволит в выпадающем меню обыгрывать абсолютно весь вертикальную, соответственно, навигацию в пределах первого экрана. Во-первых, это позволяет не только человеку без скроллинга перемещаться по вашему сайту. Второй момент, его также можно использовать и с коммерческой целью. То есть, если у вас остается какая-то большая зона пустая, можно туда предложить какую-то акцию. И тем самым, соответственно, большее внимание пользователей во время серфинга, путешествия по вашему сайту сковывать на какой-то определенный продукт или услугу, которая наиболее выгодна с точки зрения продаж для вашего бизнеса. Один из еще важных элементов – это поиск. Поиск несет в себе на самом деле очень золотой запас не только для конверсии, но и для развития сайта. О нем также есть целый отдельный мастер-класс, посвященный именно данному элементу интерфейса. Соответственно, вот примеры такого выпадающего меню на сайте Озон. Как вы видите, соответственно, да, разбивка идет электроникой и так далее. И как вы видите, с правой части сразу показывают, соответственно, какие-то товары дня. И при всем при этом идет также разбивка по брендам. Плюс к тому, что сразу можно переместиться в брендовую зону и также, соответственно, они получают дополнительный обогрев от этих логотипов с точки зрения маркетинга. Вертикальное меню. Ну, соответственно, основное – это выравнивание шрифта по левому краю. Это тоже ментальная модель. Люди читают слева направо. Соответственно, когда вы выравниваете текст по левому краю, даже в своих коммерческих предложениях и так далее, он на самом деле становится более читабельным. Это более, соответственно, более симметрично смотрится с точки зрения верстки сайта. Нежелательно, чтобы блок меню выходил за границы первого экрана. То, как раз-таки о чем рассказал. Если выходит, один из способов решить данную проблему – это выпадающее меню с технических страниц. Выстраиваем товары по приоритету – тоже один из интересных моментов манипуляции с пользователями, когда кверху, книзу вы выстраиваете товары или услуги в том положении, которым вам наиболее выгодно с точки зрения, соответственно, продаж. Соответственно, тем самым, когда самые первые строчки всегда, как бы, да, обращают на них наибольшее внимание, если оно, соответственно, более длинное. Следующий момент – это возможность использования инфографики в них, то есть это ярлычков ПМГ. По поводу инфографики также есть в самом первом нашем мастер-классе довольно-таки много информации. Но от себя хочу добавить, что данная инфографика здесь будет больше играть роль с точки зрения дизайна, нежели это будет какая-то разгрузка с точки зрения удобства пользования вашим сайтом или приложением. Также еще один из вариантов – сгруппировать вертикальное меню – это деление по группам. То есть, к примеру, когда вы там продаете, к примеру, ванны, ванны бывают чугунные, акриловые и так далее, можно просто их совместить, да, в слоях CSS, то есть раздел ванны. Человек кликает на ванну, у него распускается меню, то есть тем самым его, соответственно, можно поджать, чтобы он оставался в пределах первого экрана. И всегда помните, что вертикальное меню – это отчасти как указатель в торговом центре, он всегда, в принципе, должен как вот на потолке идет этот указатель. То же самое у вас и здесь – это такая быстрая ориентир по витринам, быстрая навигация, не всегда выгодно скрывать ее в технических страницах. На этом у меня все, спасибо за внимание, делайте навигацию на сайте максимально удобным для пользователей, это принесет свои плоды в конверсии и станет более рентабельное ваше продвижение в интернете, ставьте лайки, за репосты отдельное огромное спасибо, если остались вопросы, можете писать их к нам на почту, которую вы видите на своих экранах, либо в комментариях к данному видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok